Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. В ситуации с родителями, когда имеют место быть смещенные чувства, достаточно, достаточно, действительно тяжело вообще-то говоря, как-то понять и увидеть то, что на самом деле, например, вы чувствуете, да, что на самом деле вы ощущаете. И на мой взгляд, первое, что я смогу сделать, это вообще разобраться вам со своими переживаниями, вот, со своими ощущениями и попытаться вообще увидеть, что вы чувствуете, да, и как эти чувства вами ощущать, то есть, что они из себя представляют. Я думаю, что есть, в общем-то, какой-то, знаете, баланс между тем, что вы хотите, там, подальше от мамы, ну, от родителей, например, держаться, да, это, в принципе, вполне нормально. И в то же время что-то для них делать. Я думаю также, что вот чувство вины, да, которое у вас имеется, оно, в общем-то, в общем-то, это чувство вины, оно, как я думаю, в общем-то, в общем-то, в целом, вполне нормально это чувство вины, то есть, нет ничего плохого в этом чувстве, что вы его ощущаете, да. Но в то же время необходимо правильно с ним обращаться, вот, необходимо правильно его понимать, необходимо правильно его выращать, вот. Потому что в противном случае, если вы не будете этого делать, то вот вы будете, ну, чувствовать себя вот так, вот так, как чувствовать себя, то есть, плохо. Поэтому я думаю, что начинать, начинать нужно именно вот с вот этого аспекта, ладно, то есть, начинать нужно с определения своих ощущений, да, вот, с определения своих переживаний. Вот, и дальше уже как-то, как-то, ну, надо посмотреть, да, чего вам хотелось бы, да, в какую сторону хотелось бы двигаться. Вот, 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 вот. И, соответственно, что вам на самом деле хочется, например, например, делать для, для своей мамы, да, и папы. Ага, что нет, потому что, ну, в противном случае вы так и будете вот страдать. Вот, вот. Моя, в принципе, гипотеза заключается в том, что в определенный, в определенный момент вы почувствовали сильную злость на своих родителей. Вот, может быть, за то, что они ставят вас в невыгодное такое, не очень хорошее положение, да, вот. Вот, я думаю, что в определенный момент вы почувствовали себя, ну, неуютно, вот, в определенный момент вы почувствовали, что родители как-то, вот, ну, зарушают ваши границы личные. Вот, вот, ну, будь то молодой человек, да, вот, ну, если вот опять же мы говорим, там, в контексте, в контексте отношений с молодым человеком, да, и того, что вот он, ну, как-то, как-то сталкивается, да, с этими, с этими всеми вещами, да, вот, которые, ну, которые вы описываете, вот, и, соответственно, ну, соответственно, вы, ну, вы, соответственно, как-то понимаете, что это все не очень хорошо, и вот. Это, значит, у нас злость, это абсолютно нормальная реакция, абсолютно нормальное ощущение, нормальное чувство, вот, просто вот сейчас мы себе пока что запрещаем это вот чувствовать, вот. Нужно, ну, постараться это выразить, это выразить, вот, нужно постараться это проявить, вот, ну, на мой взгляд, да, вот, и, соответственно, тогда, я думаю, вы получите шанс, вот, на то, чтобы, ну, как-то, ну, как-то лучше, да, себя чувствовать в этой ситуации. Ага, мне показалось, что вы боитесь обидеть, ага, у своих родителей, вот, вот, и, если это так, то очень бы хотелось увидеть, увидеть, чем это связано. А также мне лично показалось, что вы, как будто бы сами не считаете себя, как будто бы достойной, что ли, тех, ну, вот, тех условий, да, жизни, вот, с которыми, ну, которые сейчас у вас, вот, мне, мне, опять же, так показалось, вот, а я был вариант ошибаться, вот, но мне так показалось, то есть, как будто бы вы чувствуете себя, знаете, как-то самостоятельно, вот, что, конечно же, совершенно ничем не обоснованно, да, потому что, ну, как получилось, так получилось, то есть, вот, и человек сам находится ровно на том месте, как бы на котором он находится, вот, поэтому я не думаю, что, что есть основания для этого, кроме того, ну, ну, ваша, вас выбрал ваш муж и, соответственно, его, его выбор, да, нужно уважать, как минимум, вот, а вы, получается, этого не делаете, да, если вы не уважаете его выбор, сомневаетесь в выборе его, и так далее, вот, поэтому тут тоже есть, да, вот, такой, такой момент. Я так же думаю, что вам жаль, жаль своих родителей, я думаю, что вы жалеете их, вот, и, соответственно, за жалостью есть кое-что другое, куда менее приятно, например, отношения, то есть, вот, в определенный момент, если родители стали вызывать у вас отношения, вот, и их парадигма, да, перестала вызывать у вас согласие. Я думаю, что задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам все это осознать, помочь вам все это выразить, и внедрить вот эти вещи в общение с родителями, полностью не разрывая с ними контакт, но при этом учитывая, обязательно, обязательно учитывая вот эти вещи. Я бы поработал с самооценкой вашей и с личными границами, конечно, тоже. На этом все, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.